Всем-всем большой привет! Сегодня я получила свой заказ в компании Фаберлик по пятому каталогу. Как и у всех, мне дали шестой каталог. Он такой яркий, красивый, уже летний. Прям как солнышко. Давайте я вам покажу, что же было в заказе по пятому каталогу у меня. Наверное, я начну с четвертого каталога. Дело в том, что я когда делала по четвертому каталогу заказ, у меня футболка для мальчика, для сына, пошла автозаказом. И сегодня я ее получила вместе с заказом по пятому каталогу. Зато футболку, которую я заказала с пятым каталогом, она пошла по автозаказу, и я ее получу через неделю только. Называется это фуфайка. Фуфайка для мальчиков. Я взяла рост 152. У меня ребенок меньше ростом, но ему эта футболка вот прямо хорошо. Ну, многие знают, что он у меня не худенький мальчик. И на нем смотрится хорошо, когда чуть побольше и чуть пошире. Вот так вот смотрится лицевая сторона. Принт с машинами. А вот эти буквы, они такие, знаете, как прорезиненные, немножко как выпуклые. Кто-то из девочек говорил, что они при стирке не линяют, не облизают. Надеюсь, что это так. И вот такой интересный принт с машинами. Цвет хороший, желтый. Мы до этого брали желтую футболку Фаберлик. Она хорошо стирается, цвет не теряет. Вот так вот. Давайте я вам покажу. Тут написано вот так. Она шла на рост 152. 500, кажется, рублей. Для представителя получается 400 с копеечками. У кого есть дети, хочу обратить внимание на вещи. Вещи качественные. Можете не бояться. Фаберлик, конечно, вот в отношении вещей хорошая компания. Мне нравится у них вещи брать. По крайней мере детские. Взрослые я у девочек смотрела, но сама я пока не брала. Новинка. Наверное, у меня тут немного будет новинок, но все-таки будут немножко. Новинка. Вот эта серия BioArctic. Скорее, это не новинка, а пере... В общем, поменяли чуть-чуть дизайн упаковки. Были белые флакончики, бутылечки. Теперь стали вот такие красивые, голубоватые. У меня очень любят эту линейку Мама. Я тоже ее очень люблю. Но чаще покупает она, я у нее просто таскаю. Это шампунь для жирных и склонных к жирности волос. Он идет с клюквой и кудесницей, да? С экстрактом клюквы. Раньше, по-моему, кудесницы писали. С экстрактом клюквы. И идет кондиционер. Кондиционер очень хороший. Действительно, волосы не магнитятся от него. Как антистатик он хороший. И плюс, работают они хорошо. От этой пары, по крайней мере, у меня и у моей мамы, волосы промываются. И голова не чешется. И нет такого привыкания. Как бывает от некоторых. Хорошее предложение было в серии Beauty Cafe на геле для душа. Мне вообще почему-то кажется, что не уводят ли они, не выводят ли из каталога. 2 за 75 можно было взять. И у меня подруга прошлась. По тем, которые она очень любит. Вот этот обожаю и я. Ароматная земляника. Он настолько вкусный. Он пахнет. Кажется, просто ягоды земляники сюда надавили. И хочется их съесть. И вот этот компотик выпить. Также шикарный аромат. Вишневый конфитюр. Ну, я надеюсь, ничего не выводят. Это не информация. Это я просто переживаю, чтобы не вывели. А то, может, подумаете, что я тут уже решила. Или точно знаю. Нет. Я просто переживаю. Я очень люблю эту серию. И боюсь, что выведут. Малина и белый шоколад. Вот такой. Тоже очень вкусный. Аромат прям настоящей кисленькой малинки. И четвертый, который взяла подруга, это спелая смородина. Также аромат смородины. Вот как здесь нарисована веточка и листики. То есть и аромат сюда входит веточек, листиков. Вот как бы, знаете, и росы, мне кажется, даже. Очень приятный аромат. По бьюти кафе подруга еще прошлась. Вот я жалею, что я не взяла. Как я тут что-то растерялась. Два по спеццене. Вот такая была страница. Подруга думала, что ей взять. Ей крем для тела, крем-масло для тела было не надо. Но был спрей по 99. И она решила, что надо взять два спрея. Надо было нам с ней каждый взять по спрею, я так думаю. В общем, у нее теперь есть два спрея, у меня нет ни одного. Но они так вкусно пахнут. На себя наносишь. Конечно, это недолгий аромат. Он быстро выветривается. В этом спрее нет спирта. Но так он вкусно пахнет. Прямо вот земляника-земляника. Я тут поглядела просто в следующий каталог, шестой. Там практически бьюти-кафе нет. Там несколько средств спелой смородины. По-моему, пряник. Ну, вот мятный шоколад. И еще что-то одно. Облепиха там, что ли, одно средство. И все. Вот я и запаниковала. Новинка. Многие уже брали. Я вот тоже, руки у меня дошли. Мыло для кухни, устраняющие запахи. С ароматом кофе. Повторюсь, за девочками пахнет не кофе. А знаете, ну нет, тут кофейный есть. Такой, знаете, кофейный аромат. Какой-то шоколадно-кофейный. Я бы вот так сказала. Пахнет больше каким-то вот шоколадом. Знаете, горячим шоколадом. Вот такой. Так, набор. Дальше много тут мужского будет. Был такой набор из серии Lancelot. Шариковый дезодорант. И шампунь для волос. Очень симпатично такую парочку подарить в подарок. Цена была 200, кажется, рублей. Все вместе по каталогу. И еще тоже было из мужской линейки заказано. Это два геля для душа. Я не буду, ну, инкогнито я могу прочитать. Вот этот я уж не буду читать. Приятные ароматы. Вот типично мужские ароматы. Один поярче. Такой, знаете, как бы корой, мхом. Вот чем-то таким вот отдает. Кедром. А этот чуть-чуть помягче. Как-то вот больше в свежесть уходит. Ну, в общем, как-то так. Но бы приятные. Они шли по хорошей цене мужские. Обычно у них цена там 149, кажется. А эти так очень даже гуманная была цена. Быстро не найду все равно. Ну, до 100 рублей это точно. Далее. Уже это я себе сейчас что взяла. Я себе взяла шампунь от перхоти для всех типов волос. Я взяла своему мужу. Он периодически борется с перхотью. Она пропадает. Потом она через какое-то время в небольших количествах возвращается. И он опять с ней борется. Вы знаете, очень-очень приятный аромат. Мне показал сначала жасмин. Мама сказала ландыш. Ну, действительно пахнет цветами. Вот такими весенними приятными цветами. Он достаточно дорогой. Этот шампунь. 250 рублей по каталогу. И в нем 150 миллилитров. Вот. Такая цена. Так, и последние два средства. Подруга себе взяла тушь. Я себе уже такую брала. Но, правда, я спрятала. В запасике. Подруга себе взяла. Потому что многие девочки хвалят. Единственное, что, как я поняла из обзоров, она не сразу раскрашивается. Но, когда раскрасится, работает замечательно. И последнее средство, которое тоже из бьюти-кафе. Подружка тоже себе взяла. Тут почти весь заказ подруги. Ароматная земляника. Моя любимая земляника. Сегодня у нее в заказе прямо рулила. Люблю я эти бальзамчики. Я не буду открывать. У него пластмассовый скошенный такой носик. Вот такой бальзамчик. Тоже была хорошая скидка на них. Она хотела два взять. Еще смородину. Но смородины не было в наличии. И пришел только один. Но не страшно. Уже хорошо, что хотя бы один. Вот такой был заказ. Небольшой, конечно. Но буду ждать еще футболку сына. Даже это называется не футболка, а пола. Пола будет выглядеть, если у кого мальчики, вот таким образом. Полосатенькая. Я почему-то захотела такую. Когда я спросила у сына, что ты хочешь, я ему вот так показала. Он выбрал вот этот весь костюм и вот эту рубашку. То есть по его вкусам что-то такое ему понравилось. А я мамашка так и говорю, а вот это. Вообще, если так вот приглядеться, то, конечно, вкусы у нас немножко отличаются. Я люблю более яркое. Он говорит, ну пусть будет это. Мне тоже нравится. Но уже вкус сформируется. Поэтому скоро мне ребенок скажет, нет, мама, давай мне то, что я хочу. Ну, пока так. Так, вот это ему очень понравилось. Ну, посмотрим, тут тоже померяем. Я вам расскажу, понравилось или нет. Ну, пока ждем. Спасибо всем за внимание. Что-то я сегодня разболталась. Всем до новых встреч. И всем пока.